Здравствуйте, в эфире программа «В центре внимания» в студии Евгения Монакова. Наверняка не ошибусь, если скажу, что практически у каждого жителя Амурской области, ну в семье, по крайней мере, есть какой-то кредит. У некоторых даже по нескольку кредитов. И вот самые неприятные ситуации, безусловно, начинаются тогда, когда нет возможности его выплатить, и тут появляются коллекторы. Как с ними общаться? На что они имеют право, а на что нет? Сегодня поговорим об этом с начальником отдела правового обеспечения ОФСС России по Амурской области Ольгой Ежевской. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Ольга, ну ситуация с коллекторами действительно, она очень непростая. Да, с одной стороны, человек четко понимает, что он должник, а с другой стороны, ну не всегда коллекторы ведут себя корректно. Я так понимаю, такие случаи сейчас все чаще и чаще бывают. Да, действительно, в этом году участились случаи и поступления обращения в службу судебных приставов по таким фактам. Знаете, здесь необходимо отметить, что граждане зачастую путают наименование коллекторов, да, как правило, у нас в Российской Федерации принято говорить о тех людях, которые занимаются возвратом долгов. Но на самом деле, как бы, официально коллекторы — это должностные лица коллекторских агентств, которые состоят в государственном реестре юридических лиц. И на самом деле нарушения действующего законодательства со стороны коллекторов, их значительно меньше, чем нарушений законодательства, которые допускают, например, микрофинансовые организации, микрокредитные организации, вот эти вот мелкие кредиты, которые у нас берут граждане. И при этом эти организации, они не являются коллекторскими агентствами и не состоят в реестре. Вот в этом случае у нас очень много допускается нарушений. Ну, так давайте тогда, собственно, о цифрах и поговорим. А сколько вообще официальных у нас коллекторских организаций есть в России? На сегодняшний день в России состоят в государственном реестре 227 коллекторских агентств. В прошлом году некоторые коллекторские агентства были исключены из государственного реестра, несколько организаций в добровольном порядке, и некоторые по Российской Федерации были исключены из реестра по инициативе службы судебных приставов, потому что были неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение действующего законодательства. Знаю, да, что с 2016 года, по-моему, действуют на территории Российской Федерации определенные законы, которые очень жестко регламентируют работу коллекторов, да? С 1 января 2017-го. 2017-го, да. И в принципе казалось, что должен навестись какой-то порядок в этой отрасли. Но получается, что теперь по факту есть те, кто неофициально работают, и на них вообще никакого влияния нет? Нет, здесь речь идет о том, что те организации, которые в основную деятельность включены, именно деятельность по возврату просроченной задолженности, вот они должны и обязаны быть включены в государственный реестр. Но у нас есть еще организации, о которых я говорю, это микрокредитные, микрофинансовые, их основная деятельность завязана на выдаче кредитов. А как дополнительная деятельность, это деятельность по возврату долгов. И они получаются? Да, они не обязаны включаться в государственный реестр, но они имеют право заниматься возвратом долгов. Интересный парадокс возник, да? Ну давайте теперь, собственно, про конкретные ситуации, о которых мы говорим. Я знаю, что есть вопиющие случаи по России, да, и у нас в Амурской области уже есть всевозможные ситуации. Давайте вот расскажем и на примерах покажем, что можно сделать человеку в этой ситуации. Ну смотрите, у нас в прошлом году мы составляли протокол об административных правонарушениях по таким фактам. Во-первых, как бы упомяну, что у нас законом 230-м федеральным, да, предусмотрены обязанности и права тех организаций, кредиторов и лиц, которые от их лица действуют, ну определенные обязанности, да, и права. Этим законом предусмотрено, что взаимодействие с гражданами возможно только в определенные часы времени, в определенное количество раз. Так, например, вот СМС-сообщение разрешается направлять людьцам, которые должны долги, да, не более двух раз в сутки, не более четырех раз в неделю и не более 16 раз в месяц. То есть эти вещи надо фиксировать, да? Эти вещи фиксируются, они фиксируются у нас, эти люди могут, граждане могут взять выписку у своих операторов сотовой связи. И в прошлом году за нарушение именно чистоты взаимодействия мы привлекали наши микрокредитные организации, которые у нас находятся в городе Благовещенске, к административной ответственности. Кроме того, этим же законом предусмотрено, что граждан при взаимодействии по возврату просорочной задолженности нельзя вводить в заблуждение. У нас был такой факт, когда бывшему супругу звонили тоже определенные организации и, во-первых, давили психологическое воздействие и вводили его в заблуждение относительно того, что он, в случае, если он за свою бывшую супругу не заплатит долг, то он будет нести ответственность всем своим имуществом. Это введение в заблуждение. И за это мы тоже привлекали к административной ответственности. Знаю, что и на работу звонят. Тут не только страдают члены семьи, но и даже работодатели страдают от коллекторов слишком назойливых. Были такие факты, когда названивали у нас в образовательное учреждение работодателям и сообщали информацию третьим лицам о том, что определенный гражданин, сотрудник учреждения должен определенные денежные средства. Это безусловно, конечно же. Это перехождение границ считается? Это нарушение закона, за что влечет за собой административную ответственность. Для того, чтобы собрать всю необходимую информацию, что нужно? Заявления, опять же, от тех лиц, которым звонят. С чем нужно прийти и пожаловаться? И куда? Прежде всего, гражданам нужно понимать, что когда им звонят, нельзя общаться анонимно. Это в первую очередь. То есть спрашивать? Спрашивать. Во-первых, это их обязанность. Но если они этого не исполнили, для того, чтобы мы уже могли в дальнейшем работать конкретно с кем, необходимо спросить, кто звонит, по какому вопросу звонит, с какой организацией и с какой целью. Я так понимаю, что эти лица зачастую хотят анонимными остаться, да? Да. Зачастую они хотят, конечно, анонимными остаться, но на практике, как бы, в принципе, можно сказать так, 50 на 50 процентов. Очень многое представляется. Да, мы можем говорить о том, что могут придумать там фамилии, имя, отчество, да. Но, тем не менее, цель их какая? Погасить кредит, правильно? То есть говорить анонимно, то есть, а кому тогда я должен погасить кредит? Человеку нужно это все выяснить. То есть, да, может быть, я готова сейчас его оплатить кому? Скажите, какой организации? Я готова. Ну, Ольга, давайте сразу оговорим, да, некоторые моменты. Ну, многие думают, ну, в чем проблема отследить по номеру телефона, потому что, да, вот же. Есть такие? Есть такие в рамках административного расследования, то есть, когда у нас поступает обращение, мы его проверяем, да, если имеются основания, мы проводим административное расследование. В рамках административного расследования я запрашиваю информацию операторов сотовой связи. Но зачастую номера телефонов принадлежат либо физическим лицам, которых на самом деле нет, не существует, либо организациям, которые их тоже не организуют. Ну, все мы знаем, да, нашу сегодняшнюю, к сожалению, большую проблему продажи сим-карт в метро, в магазинах. То есть они пользуются, как правило, именно такими, да, и надо поэтому понимать, что нужно самостоятельно постараться выяснить, да. Постараться выяснить, записать при возможности, записать звонок и взять потом, если это смс-сообщение, взять детализацию. Бывает же такое, что на человеке, допустим, несколько кредитов, и он, если вдруг где-то у него какие-то финансовые трудности, он даже не может идентифицировать, что это за организация. Есть такое? Есть, есть такое случай, а для нас, конечно, это создает определенные трудности, потому что если кредит взят в одной организации, то, соответственно, и привлечь лицо, да, и установить, что кто звонил, конечно, тут не представляется возможным, поскольку, как бы, кредит один, долги должны быть погашены только в пользу одной организации, и, естественно, звонить может только эта организация. А вот когда у граждан 5, 6, 7, бывают и 12 кредитов, тут, конечно, очень тяжело, потому что невозможно установить, да, и человеку, да, в принципе, я там знаю, что у меня там столько кредитов, кому я должен заплатить. Поэтому мы и говорим, что нужно выяснить, кто звонит, фамилия, имя, отчество, ну и, конечно же, организацию. Ольга, ну как часто жалуются, я так понимаю, что к вам приходят, да, с жалобами? Да, с жалобами на действия микрофинансовых, микрокредитных организаций, коллекторских агентств, которые состоят в реестре, поступают в службу судебных приставов. Если сравнивать прошлый год, да, 2018, то за 2018 год у нас было 77 обращений, в этом году на сегодняшний момент уже 48, то есть это значительно больше, как бы в прошлом году 48 у нас. К сентября месяца такое количество было. А коллекторских организаций у нас зарегистрированных на территории области сколько? В 2017 году у нас была зарегистрирована одна организация ООС «Ереустрейд», но в прошлом году она изменила адрес юридический и убыла в город Новосибирск. То есть я так понимаю, в этом тоже есть определенная проблема, да, что эти организации зачастую зарегистрированы не на территории Амурской области. Ну это не проблема, скажем так, потому что я говорю о том, что, как правило, на коллекторские агентства в основном не жалуются, а жалуются на вот эти микрофинансовые, микрокредитные организации. Ольга, ну что ж, спасибо вам огромное, что вы пришли к нам в студию, подробно рассказали порядок действий. Мне хочется надеяться, что, ну, во-первых, не будет долгов, во-вторых, что, по крайней мере, будут понимать, как себя правильно вести и от чего стоит защищаться. Спасибо вам большое. Всего доброго. Я напоминаю, что сегодня в гостях была Ольга Ижеская, начальник отдела правового обеспечения УФССП России по Амурской области. Вы смотрели в центре. Внимание. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok